Хорошо, мы продолжим. Слава Богу! Да, мы сейчас стали свидетелями. Уже целый ряд произошло чудес, целый ряд населения только что произошло. Я вам скажу, это все друзья чудеса. Вот то, что мы назначаем. Но на самом деле это только классификация, которую мы даем, ну как бы оценивая какие-то невероятные вещи. На самом деле это естественное действие, силы души. Так должно быть всегда. И к сожалению, большинство христианских групп, конфессий, там, будто угодно, они из-за того, что это происходит в них так мало, так мало, то это что-то такое феноменальное, удивительное. И люди не могут понять одной простой вещью, что то, что в Библии написано, это написано для ежедневного действия. Не какого-то особенного дня, особенного случая, а каждый день должно быть. И тут, когда он появился на земле, написано в Марсфе, четвертой главе, там написано, что это было подобно вспышке света. То есть он ходил каждый день, с города в город, и на пути встречались больные люди, и они все исцеляли. И такая реальность должна быть сегодня у нас. И это то, что Бог запланировал для нас сегодня, сейчас. И это та цель, которую мы должны поставить для себя сегодня. И Библия говорит о тех возможностях, которые обладает верующий, уверовавший Христин, в котором живет Дух Святой, которые рождены свыше. Вы поняли? Рождены свыше. Рождены давным. И крещены Духом Святым. Вы рождены свыше? Нет. Почему? Потому что вы не знаете даже, что это такое. Вы знаете, когда Бог есть, что Бог есть, вы что-то делаете. Ну, к вам Богу, хорошо. Но библейская позиция, а я вам скажу, друзья, что христианская вера, это не результат традиции или воображения. Это библейский постулат, библия, духовные вещи. И мы следуем не просто каким-то придумкам рук, мы следуем то, что Библия говорит нам сегодня делать. И я вам скажу, друзья, то, если мы сегодня начинаем делать то, что в Библии не написано, то это уже не вера мужа. Это уже не христиан. Она может быть все угодно. Я дочу. Вот так. Просто. Поэтому мы должны читать Библию ежедневно. Мы должны делать оценку тому, что мы видим, что мы делаем. И все должно соизмеряться с теми делами, которые делают Иисус и Иоанн. Так написано для нас. Для чего нам написано это? Для того, чтобы мы не ходили и бродили, сколько хочешь, а для того, чтобы следовали писать. И Иисус сказал когда-то освященнику в то время, что, чтобы войти в Царство Небесное, нужно родиться свыше. Родиться от воды и от Духа. Тогда вы войдете в Царство Божие. И на практике мы видим, что ученики, которые даже ходили с Иисусом, они... Он им сказал, не отлучайтесь, пока не получите Духа Святого. И Дух Святой сошел на них, и они начали говорить другими наречиями, новыми языками. Когда они начали говорить новыми языками, они не понимали, что они говорят. Вдруг побуждение начинать говорить каким-то языком. И с этого момента началась эра христианской церкви, эра Духа Святого. Когда Дух Святой пришел на землю, и с этого момента каждый уверовавший, каждый принявший Иисуса Христа воен Господом и Спасителем, он входит в эту духовную позицию, в библейскую позицию. И не просто начинает делать, как мне хочется, как мне думается, так я и верю. Он четко начинает следовать тому, что учил Иисус. Четко. И тогда они видели результата. Но вы знаете, как происходит всегда, что проходит время, проходит там. И там что-то не делали, там что-то, там что-то упустили, там, там, там. И прошло 300-400 лет, и уже все забыли за иные языки. Уже забыли за то, что надо молиться за больных. Уже забыли за то, что надо изгонять бесов. Уже забыли. И что происходит? Ну, а в то место не бывает, и зашел что-то другое. И пошла трагиция религии. Просто человеческий набор каких-то действий. И Дух Святой был у Гаши. И я вам скажу, сегодня время, когда последнее время знал, а у Бога, я вам скажу, 100-200 лет, это, ну, знаете, смех, тысяча лет смех. И я вам скажу, что буквально вот 100 лет назад, 100-200 лет назад началось опять пробуждение верующих в Духе Святом. И начались иные языки опять. И как только иные языки опять начали говорить, началась сила Божья двигаться через всех людей. Через всех уверенных. Так записано в Библии, и так должно быть. И этому учил Иисус. Он сказал, что то, что делал я, будете делать вы, верующие в меня. И все делайте так, как я делал. И даже больше всех творить. И я вам скажу, друзья, если ты смотришь на свое христианство, и ты говоришь, что я христианин, то ты должен сравнить свой опыт. А делаешь ли то, что делал Иисус? Что Иисус делал? Неужели Иисус ходил в твечки ставить? Неужели Иисус ходил в что-то еще делал? Неужели Иисус делал? Да ничего Он этого не делал. Он ходил и являл Бога. Словил. Чему Он учил учеников? Он собрал топы учеников. Чему Он их учил? Потому что Он делал. И ученики взяли и начали это делать. И Он сказал, идите и расскажите. Это Масфея 28-20. Идите и научите народы. Чему? Потому что я вас учил. Погружай их в Бога. Крестья их это не крестное знамение. Крестья это погружение. Погружение в Бога. Погружение в Его Дух. Облекаясь в Его способности нести Его до людей. Вот. И сила это сверхъестественная сила Божия, действующая через человек и сегодня. Через кого Он хочет действовать? Через всех, кто? Через всех. Но есть условия. Это ты должен принять Иисуса Христа как своего Бога. Это ты должен соединиться с Ним верой. Это ты должен наполниться Духом Святым. И облечься силой свыше. Погрузиться. Не окропиться. А погрузиться целиком в воду. Как прообраз смерти. И вынулиться от прозвольствия к новой жизни. И вот тогда Бог начнет проявлять себя через этого человека. Так написано в Библии. И когда мы начинаем следовать этому акту, то мы начинаем видеть результат Божьей силы, любви и Его присутствия. Аминь. Аминь. Иисус учил учеников многим вещам. И я вам скажу честно. Одной из самых главных позиций Иисус учил истине. Правда. И в Евангелии от Иоанна 8 главе он сказал, 29 по 31 стих, что кто будет следовать за мной, он погнает истину. Не просто, кому говорю, уверовавших в него уже религиозным группам. Он сказал, что они говорят, так мы же свободны, мы верующие. Мы же верим, что Бог говорит. Друзья, мы на самом деле рабы греха. Чтобы вы были поняли, что такое свобода, вы должны учиться мне двигаться, как я. И понимать, какой мир вокруг. Вот. Поэтому, друзья, сегодня основное препятствие для того, чтобы мы видели сегодня проявление силы Божьей в нашей жизни ежедневно, это что? Человеческие традиции. Просто традиции. Это то, что ты вроде видишь, вроде как кажется красивым и вроде правильным, а ты читаешь Библию, так и того нет. И ты смотришь, а вроде красиво, вроде Божья, а читаешь, а Библии то нет. И написано, имейте развлечение. И ты понимаешь, а что мне делать, куда играть? И Библия говорит, вот. И ты принимаешь решение. Потому что те, кто начинает следовать, что Лову Божьему, они видят результат. Божьи славы, Божьи святы. А те, кто просто избрал традиции, хорошие традиции. Ничего плохого, нет вроде, хорошие традиции. Ну, традиции, ну, человека, не Божьи. Открывай. А должно быть вот так. Вот. И то, что видели ученики того времени, должны быть. И мы сегодня. Поэтому, друзья, избегайте от человеческих традиций. Соизмеряйте это с Писанием. Я бы даже простые-простые вещи говорил. Сегодня говорят, Господи, помоги мне, исцели меня. И так далее. Благослови руки врачей. Хорошие слова. Хорошие слова. Ну, обожжи. Ну, обожжи. Ну, а есть они в Писании? Нет. Так что чему учил Иисус учеников? Он говорит, даю вам власть, врачевать, исцелять и гонять. И гонять, проявлять владычество сынов Божьих. Идти и побеждать сатану. Вот чему учил. Бог уже дал вам силу. Бог уже принял решение. Он уже исцелил. Благодаря ранам Иисуса Христа. Идите, несите, и изгоняйте бесов. Изгоняйте духов злобы. Изгоняйте духов болезней. И Бог с вами. И когда мы взяли эту этику и практику от Иисуса, мы начали видеть большие результаты. Вот, истина. Там, где есть истина, там всегда есть результат. Там, где нет результата, там нет истины. Все очень просто. Да. Аминь. Первый момент. Вы должны уничтожить так называемые идолы. Священные коровы так называемые. Вы что такие священные коровы? Объясню. Это в Индии есть животные такие. Коровы. Это то же самое муму, которые тут ходят. Но только тут у нас их кушают. Ну, используют как сырье. Выращивают их. Понимаешь, что Бог дал человеку, животных, пищу. Правильно? И мы понимаем. Да. Такое это коряр. Это Божье решение. А в Индии нет. А в Индии это Бог. Это Бог. Он уходит. Он ходит в корову. Он мучит. Гадит. Сорчет. Там умирает от голода вокруг нее. А зарезать нельзя. А умирает от голода. Там нищета вообще в Индии. Просто. Ну, я не был. Но были. Там просто. Мы миллионеры по отношению к Ту. Я вам скажу. У нас всегда есть, что покушать. Как бы то ни было. Как бы у тебя трудностей не было. Но у тебя есть, что покушать. Это с голода нет. А там нечего покушать. Там живут на рельсах, в железнодорожных. В бараках вообще. Ну, и там нормальная там. Но, но. И вот там, вот, люди не ходят коровы. Дети умирают от голода. Зарезать нельзя. Вот так и религия всего у меня, друзья. Это человеческие традиции. Не важно, к чему ты привык. Не важно, кто тебя учил. Не важно тому, что было до. И к чему ты раньше, или твой бабушка, или дедушка думал, или верил. Не важно. Должно вот так быть. И либо ты в истине, либо ты вне. Тебе нужен результат. Аминь. Вы пришли сюда исцелиться. Да. Здорово. Вы увидели. Да, реально, святки, это можно исцелиться. Но почему так происходит? Почему через меня вот так Бог действует? Потому что когда-то я принял истину. Не свои условия, а мне думают, а мне кажется, а вот испокон веков было вот так. Где это написано в Библии? Так его нету ничего. И я просто говорю, так что мне выбрать? Там, где пустота, где мертвое что-то. Где вроде что-то есть, а тут ничего нет. И Бога там нет. Или в Библию. Я взял Библию. И с этого момента я начал видеть проявление Божьей славы. Я никого не хочу осудить, друзья. И никого не упрекаю. Но я хочу вам, друзья, смотивировать для эффективности вашей жизни, эффективности вашего действия. Чтобы Бог проявлялся каждый день в вашей жизни. Аминь. Аминь. Разрушки религиозной традиции, особенно касающейся Божьей силы, болезни, исцеления. Вот, к примеру, некоторые из этих традиций. Это водительство Духом Святым. Это ожидание, что Бог тебе что-то скажет. Вот мне, когда Бог что-то скажет, вот тогда я что-то и пойду делаю. Друзья, это ложь. Никогда так не было. То, что мы читаем в Библии, что Господь, Дух Святой, Он корректировал движение Божье. Иисус прочитал прощества, что Ему надо делать. Они были уже записаны. И Он знал, что Он делает. Он исполнял их поэтапно. Так же, как мы знаем, что нам делать сегодня. Уже записано это в слове. И твое послушание, смирение перед Библией, определит твое производственное действие. И это приведет тебе к результату. Мы говорили, что Божье Слово светильник на Де Моей. Вот ты вошел в темноту, ничего не вижу. Фонарик во лбу. И все, он светит перед тобой. Вот он светит, туда и идешь. Правильно? Вот тебе и будет. Вот это Слово Божье. Да, есть какие-то особенные инструкции. И то вы будете получать именно тогда, когда вы пойдете что-то делать. Понятно? Вы сможете сидеть и думать. Господи, если ты хочешь, я пойду. Скажи мне. А вот видите, шамат. Значит, нет. И ты доживешь, как хочешь. В моей жизни. А не то, что там вокруг тебя болеет, страдает. А Бог говорит, я тебе дал Слово, Библию, инструкцию. Иди, исполняй. Иди, делай. И когда ты будешь идти делать, если ты где-то что-то там, я тебе что-то подскажу. Вот так вот. Вот так вот действует. Единственным препятствием для исцеления Божественной силы, твоей жизни, жизни других, является то, что ты веришь, что есть препятствие. Понятно? Единственным препятствием, это и есть твоя вера в том, что есть препятствие. Нет никаких препятствий у Бога. Абсолютно. Он уже послал своего сына. Он уже заплатил цену. Он уже ранами его мы исцелили. Он уже освободил нас грехов. Все. Никаких препятствий нет. Это уже есть. Единственное препятствие, это то, что если ты веришь, что это другое. Вот если ты веришь, что это другое, это и есть твое препятствие. Поэтому уберите из головы тебе препятствие. Бог тебя простил. Простил ли Бог верующих? А неверующих не простил. Он всех простил. Но просто я говорю, отличие между верующим и неверующим в том, что верующие это поняли. Вот люди есть, которые поняли это, и они, естественно, поверили в это. А те, которые не поверили в это, они живут в твоих воображениях своем. О, не может быть так. О, ему так. И какая разница? А разница большая. Аминь. Аминь. Вот на улице иду, женщина, я решил еще раз помолиться. И что-то сила Божья сошла. И она такая, аааа. И доходит и говорит, что вы делаете, женщина? Что вы делаете, женщина? Мы как молимся за нее. И Бог исцеляет. Нет, вы что-то тут делаете. Что он с вами делает? Только что. Я говорю, женщина, вы читайте Библию. Вот так же, традиционная новая. И тут как будто тут сектор. Тут убивают людей. Бред, по-моему. Понимаете? И люди, я говорю, у вас есть какая-то проблема? Ну, да, по-моему, давайте помолимся. Нет. Это мое дело. Ну, ладно. Ваше так ваше. Держи свои проблемы. Понимаете, люди готовы держаться за свои вот эти твердыни, вот эти свою крелигию, даже если они умрут у них. Вот просто абсурд. А просто потому что Библию не читают. Хочется это сказать? Так пойдите попрашивай. Смотрите, сколько чудес. Это реально, если исцеляет. И пошел. Ну, ладно, иди. Как ты выбирай то, что выбирай. Конечно, это жалеем. Поэтому, друзья, поэтому путь в вашей голове не будет никаких препятствий. К тому, чтобы получить исцеление. Понятно? Независимо от того, какой ты, как ты, что у тебя, сколько тебе лет, что у тебя на душе и что ты на дворе. Бог всегда все равно будет исцелять. Потому что он любит. Потому что сына заплачивает. Чтобы ты сегодня был здоров. Аминь. И прощен от грехов. Аминь. Аминь. Также, когда ты служишь другим людям. Когда ты служишь, ты должен понимать, что нет никаких препятствий. Бог будет через тебя исцелять всех людей. Независимо от их поступков действий. Понятно? Аминь. Истина о крещении Духом Святым. В том, что Дух Святой Крещение Духа Святым Это погружение в Дух. Это соединение с Духом. А это значит, что ты навсегда соединяешься с Ним. Все. Он не уходит от тебя никуда. Навсегда. Даже если ты сильно будешь Ну так люди раз И пошли грешить. Да, Дух угасит. Но Он будет с Ним. И Он будет тучиться Ему каждый день. Тук-тук. Кто там? Это Иисус. Это Иисус. Вернись. Вернись Богу. Вернись Богу. Вот так каждый день. Он терпеливый. И наступит момент, когда что? Что я творил? Надо Богу опять. Это действие Духа. Ответова. Потому что Он любит людей. И Он не внушается в нас. И Он не внушается в нас. Он за нас. Поэтому вы должны понимать, что Дух Святой пребывает в нас. Обитает. Не посещает нас. А все время обитает. Аминь. Всегда. Истинное помазание. Это одно из тех помазаний. Что-то какая-то версия пошла. Вот знаете, из Ветского Завета. Что помазание. Ну, для тех, кто еще не знает, что такое слово помазание. То это такое слово. Это как бы наделение особенной силы. Поняли? Особенной силы. И писано было в Ветском Завете, что были люди, которые были наделены от Бога особенной силой. Это пророк Илья. Там Елисей. И Елисей просил двойное пособно, чем у Ильи. И получил. И все считают, что сегодня так оно и есть. Друзья, нет. Помазание. Это иное. Это избрание. Быть кем? Носителем Духа Святого. Вопрос. Вы всем носите Духа Святого? Вы избраны. Так в Луки 4 главе в 18 стихе написано. Современно. Что избран. Дух Святой во мне, ибо я избран. Избран. Вот это помазан. Избран. Вопрос. Мы все избраны? Да. Еще даже до рождения нашего избрана. Значит, мы все помазаны. Значит, помазание в нас пребывает еще до того, как мы поверили, уверовали в Иисусу Христа, мы уже были помазаны. Вы поняли, друзья? Да. Если ты задаешь внутри себе вопрос, помазан ли я, Библия говорит еще до того, как ты родился, уже будь ты помазан. Аминь. Аминь. Не просите больше помазания. Если вы это просите, я вам скажу, вы угасаете тот факт, что оно у вас есть. Значит, вы признаете, что у вас его нет. Понятно? И подумайте, что оно появится, а оно у вас есть. То есть это так же самое, как с силой. Перестаньте просить силу Бога. Оно у вас есть. Простите о том, как ей пользоваться. Понятно? Потому что это будет похоже на человека, который пытается откопать кулак там, где он не зарыт. А ты, о, вот ты и роешь, а что нет его? А он тут зарыт. Понимаете? И так всю жизнь роет, где-то ямки делает, а его нету нигде-то. Вот такие люди, которые просят силу и помогают. Истина о наследственных проклятиях. Наследственные проклятия. Родовые проклятия. Друзья, оно четко написано, что Иисус, все, написано, все рукописания о нас. А проклятие это обвинение. Это обвинение. Это акт, обвинитель, акт против нас. И в том, что наши предки грешили, а мы отвечаем. Вы знаете, даже в Верском Завете было разоблачение того, не поняли они. И разоблачение в том, что отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах отхомлено. Бог говорит, да не будет так, это неправда. Каждый отвечает за свои поступки. И дети не несут ответственности за родителей. Это нескольких местах в Верском Завете разоблачение. Поэтому он не так понял. А там наполнено о других вещах. О том, что сын копирует отца. Вот отец идет против Бога. И сын видит, и тоже идет против Бога. Понимаете? И память, и память о том, что... Там написано, до четвертого рода ненавидящих меня. Понимаете? Это вот этот ключ ненавидящих. То есть, суть не в том, что там что-то чудил. А тот отвечает. Нет. Это повторение, отвержение Бога. Следовать за Божьим уставом. И на родителей ответственность сегодня о том, чтобы мы должны быть показателем детям. О том, как мы следуем Божьим уставам. Как мы следуем Библию. Они видят нас. И они идут с нами. И ты же видишь, как ребенок молится. Как у меня во имя есть кто-то, где-то будет соленого. Да? Потому что папа каждый день, с утра, до ночи. И будет соленого. Будет соленого. Мне звонят со всего мира. И едут люди. По телефону Бог не соляет людей. Через телефон. Вот так. Чудо происходит. И ребенок выжжит. И он ходит уже там. Во имя есть кто-то. Будет соленого. Ну. А есть люди, которые... И это призыв к родителям, чтобы они... Они показателем были. И так появляется, что... Позиция такая, что сознание, память о предке до четвертого рода. Потом втирается. Понимаете? Вот поэтому так и есть. Поэтому, друзья, если вы проклятливы, вы благословенны. Эфифианам 1.3. Благословен Бог благословившего. И ты должен принять решение. Во что ты веришь? Ты проклят или благословен? Благословен. Благословен. А может, тогда проклят? Нет. Нет, я не проклят. Так почему тогда родовые проклятия говоришь? Ну, потому что ты об этом не слышал и не знаешь. И не понял. Потому что мы больше следуем человеческим учениям, нежели плаву Богу. Нет никаких причин. Аминь. Делали выбор. Мы избрали быть благословенными. Правильно? Аминь. Избрали. Отбрание. Послушайте. Не и придумали себе быть благословенными. Не придумали. А мы поверили факту. Понимаете? Ведь написано факт. Это не наш, если это Бог. Благословен Бог. Благословивший уже. В прошедшем времени. Уже. Всяким. Что? Ты благословен. Независимо даже от того, что ты делаешь. Но твои грехи могут тебя увернуть от этого. Благослови ты его не увидишь. И вдумаешь, что ты проклят. А ты не проклят. Благослови тебя. Тебе надо поднять голову вверх и увидеть Бога, Отца, Иисуса. И идти на встречу. И тогда то, что сокрыто там во тьме, откроется для тебя. Все. А мы верим. А мы медтону, что смотрим туда, смотрим туда. И ищем. Ой, ой. Пришли на кладбище. Взяли лопату. Откопали. Гробик. Предка. И думаем. Ну. Что же ты натворил, что в моей жизни такое происходит? И пытаемся я там что-то обнаружил. Друзья. Праведной верой жив будет. Праведной верой. Верой в то. Искупительную жертву Иисуса Христа. Потому что ты благословен. Искуплен. Ты уже введен в царство Божие. Царство Иисуса Христа. Все. Начинай развивать себе такое восприятие. И когда ты начнешь так верить и ожидать, вот так и будет. А если будешь ждать, предлядь. Ну, ты дьявол тебе и придет. Понятно? Хорошо, друзья. Идем дальше. Мышление Ветхого Завета. Есть проблема в том, что люди мешают Ветхий Завет Новым Заветам. И они пытаются жить по правилам Ветхого Завета. Есть четкая граница. Ветхий – это обветшалось. Ветхий. Ну, ну, примерно, знаете, чтобы вы поняли. Вот. Вот у тебя есть джинсы, которые ты носила 10 лет назад? Ставлю. Есть, да? А ты их носишь? Ну, они немножко не затерлись в дырках. Ну, они сейчас не те же современные дырки. Обычно вот там дырки затертые, да? Да, вот там вот. И оно как-то все не такое уже. И носишь ты это? Нет? Ага, чего? Нормально. Старенькое такое. Ну, правда, воняет, моливаю. На столе нам. Да, старый, знаешь, заходишь иногда, там, где комнаты, где бабушки живут. И такой пропитывающий этим. Да. Древним. Там, где динозавры еще ходили. Да, запахом. Да. Потому что эта старая ветка обещала, ненужная уже. Все, это было когда-то модным. Когда это было круто, это работало. Все, Бог говорит, определил, что у него новое время. В Луфе 4.19 написано. Возвестить юбилейный год. Новое время. Новое. Время Господне благоприятное. Лето Господне благоприятное. Современное время милости. А исследователи говорят, это время, по-еврейски, время мелхаседека. Нового священника мира. Не священника земли, а небесного священника. Это время его прощения, милости, свобода, освобождения. Вот. И мы пытаемся, что ты старый. И поэтому мы видим Винегрету нам. И поэтому мы не можем быть фокусированы в одной мысли. И поэтому, согласно Якова, человек двоящимся мыслями, не тверд, он не увидит от Бога ничего. Понимаете? Мы должны формированы быть в одной идее, в одной мысли. Все, жертва уже заплачена, сына заплачена. Искупление произошло. Аминь. Искупление произошло уже. Кровь пролилась. Уже ранее мы исцелили. Уже сына заплачена. И ты должен смотреть через призму все на это. Уже свершило. Вы знаете, отличие между Ветским и Новым Заветом в том, что Ветский Завет, это был договор между Богом и человеком. И люди, которые вступали в Завет, они что делали? Они подписывали этот договор. Как? Вот так. Поняли? Вы поняли? Обрезание. Обрезание. Это была подпись. Такая операция, кооперация. Нравится, не нравится, а вот так. Хочешь быть в Завете, вот так вот. Ну и преимущество. То и человек был связан с своим подписанием. И если ты нарушал договор, ты, то тогда Бог не выполнял своих обещаний. Понимаете, друзья? И тогда люди были заложниками чем? Собственной жизни. Вот ты в то утром, там, ой, шаминцем робот, а, гаду-гаду-гаду-гаду на него. Все. Бог говорит, я тебе хотел сегодня машину дать. А, нет. Все. Пока не выпрямишь ее. Пока не исправишься. Ничего не ожидал. Я хотел тебя сегодня исцелить. Седание. Пока не исправишься. И вот так. И люди погибали. А потом, так это все, деградация, уничтожение человечества. Никто не мог выполнить все. И Бог говорит, я так их сильно люблю. И они заложники вот этого все. Пошлю-ка я лучше сына. Вот мой сынок придет и подпишет новый договор. В своей жизни. Он будет правильным. Он выполнит все требования. Он будет без греха. И даже родиться не от мужчины. Вот так. И все. И он выполнит все. И когда он выполнит, он подпишет своей кровью. Своей жизнью. За них всех. И тогда они не будут связаны с личной клятвой. Они будут связаны только клятвой сына к отцу. И все. А это значит, что мы этот договор не разрушим. Так Бог нас любит. И ты должен видеть это, что Бог за тебя всегда. И нет никаких причин, чтобы уничтожить тебя. Или наказать тебя. Ты правильный. Но это не значит, что ты должен все, что я хочу, творить. Потому что дьявол тоже тут как тут. И он использует эту оплошницу, чтобы тебя прибамбить. Будь правильным. Будь святым. Ходи в истину. Но ты должен понимать, что Бог тебя благословляет не потому, что ты хороший. А потому, что его сын выполнил требования. Вот это и есть Новый Завет, друзья. Аминь. Аминь. Ветский Завет это был договор. А Новый Завет это уже не договор. Это завещание. Это завещание. Наследство. Скажите, кто из вас наследство получал когда-нибудь? Получаю наследство? Да. О, вы такие, вы старались, стремились. Вы делали быть хорошим. Да не, вы просто родились там и все. И все. И мама, папа, потому что ты сынок, ну на тебе. Потому что ты наш сын. Вот так и Бог. И поэтому мы наследники всего. Поэтому вопрос, если в том, чтобы видеть результат Божьей силы и любви, ты его всегда будешь жить. Аминь. Это есть принципы Нового Завета. Еще один принцип Нового Завета о том, что все свершилось. Ты уже благословен, ты уже обеспечен, ты уже исцелен. Ты уже искуплен на грехах. Аминь. Есть только одна позиция, что будет в будущем. Это пришедствие Христа на землю. Все остальное свершилось. Понятно? Поэтому, когда возникает вопрос, будет ли исцеление, не будет, оно уже произошло. Ты его возложением рук активируешь. Кто был на этом, мне сказали, активация того, что ранами Иисуса исцелит. Ты активируешь этот процесс, который уже существует. Как бы из другого параллельного вмерения это появляется в тебе. Понятно? Где изнутри. Оп. Как эта женщина. Я рад, иду горячее, пошло, и ухо выходит. Аминь. Она куда-то ушла, да, поехала уже. Ну, благо Богу. Поехала уже с нормальными ушами. Все. Радуйся, аллилуйя. Рожденный свыше уже. Приняю Христа. Друзья, есть несколько принципов важных. Мы говорили только что, это человеческие традиции. Человеческие традиции являются препятствием для того, чтобы ты верил в Божью силу и в Божье проявление. Поэтому убили их. Я уже не говорю за все остальное там. Следующий еще момент, что может быть препятствием, это неверие. Неверие. Что такое неверие? Это вера в другой результат. Негативная вера. Вера в том, что обещано Богом, к примеру, возложит руки на больницах здоровыми. А вера в том, что не исцелится, это тоже вера. Но только противоположность веры Божьей. И Библия называется это неверие. Вот Матфея, 17 глава, это 19-20 стих. Что там было сказано? Это 17-18. Ученики не смогли гнать бесов. Почему? Они думали, может быть у Бога какие-то были планы другие. Может быть. Может они не были помазаны. Может и то, может и то. Может у них не было того, того или силы. Или может меня виноват мальчик. Или папа, он грешил так. И тут пришел, освободить. Все. Они говорят, как, а почему у нас не получилось? Да просто, поневерие. Просто начали, а потом вдруг поменяли свое мнение. И начали думать, что почему он не исцелил. Вот я вам честно скажу, друзья. Сегодня много таких книг, как почему Бог не исцеляет больных. Я говорю, если у тебя такие книги есть, выбрось. Кем бы они ни написаны были. Хоть папа рынке, выбрось. Потому что каждый раз, когда ты будешь слушать фразу, почему Бог не исцеляет, то Бог не исцеляет. Это ересь. Потому что Он уже исцелился хранами. Поэтому ищи, как Бог исцеляет всех. Бог исцеляет всех. Бог исцеляет всех. Всех, 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 всех. Для тебя это будет проект. И ты будешь ожидать. И ты будешь верить. И на твое ожидание будет проявление. Аминь. Если даже придется их бороться и сражаться Признавайте болезни немощи врагом Бог не использует болезнь Чтобы нас чему-то научить Болезнь не приближает нас к Богу И не укрепляет наш характер А она хочет нас убить Убить Просто убить Вот знаете, друзья Любой даже самый насморк Насморк Раньше ушел в людей Это сейчас капля там придумают А раньше насморк мог убить человека Вот так вот Поняли? Смотрите, что происходит Когда слить Когда сужение сосудов Вот это все Оврегание расширяется Перед выходить туда Куда ее слить? Туда В гайморовые пазы А потом туда А тут что у нас? Там тонкая прослойка Все И ты И чок умер Вот так и происходило Гайморит Гайморит была опасная болезнь Убивала всех И что только они делали Это сейчас Ку-ку-ку-ку Я тоже когда-то куковал Или там пробивает Или там пробивает Ну значит новый метод Вера Эй мы молимся Я на расстояние говорю Хрящ вывернет И все дышать И все Растворяется и исчезает Просто Просто слить Растворяется и все Куда надевается Не знаю Не знаю В космос куда-то На Луну Ну исчезает Аминь Поэтому это твой враг Болезнь враг Иисус показал нам На личном примере Что делает Отец Для больных людей Как он получил Написано Из всех исцелил Всех И он сказал Я делаю не от тебя Это Отец Хочется чтобы было И поэтому Написано Потому что Бог Был с ним Это деяние 10-38 И он ходил Исцеляя всех Изгоняя от духов Болезней Обладаемых дьяволом Изгонял болезней Из людей Обладаемых дьяволом Друзья Болезния дьявола Это обладание дьяволом Как Библия учит нас Ну можно сказать Как бы Есть проценты Что ты там упал Подвернул ногу Это не означает Что дьявол Но я вам скажу Практически 80% Это бес И он отгонял И написано Потому что Бог был с ним Бог был с ним Потому что Бог за это Бог был за это Чтобы люди были здоровы Аминь Бог против угнетения Они так же Как думают Ой Наверное Бог меня чем-то Хочет научить И что получается Сынок Иисус пришел Папа 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 А он Спит А он Блинненько Поисцеляй всех Папа Прослушай Сынок Что ты натворил Ты меня Поисцелял А я хотел Всех научить Чему-то Через Рак А ты Взял Папа Сынок Аминь А ты И так же ты думаешь Нет Ты суты В полной воле Ах Потому что Бог не спит Понимаете А ты думаешь Вот Учит Бог Чему-то Что-то показать да ничему это не бог дает тебе болеть это сатана хочет убить тебя поэтому болеть это твой враг если ты делаешь компромисс если ты носишь очки сегодня и тебе это нравится ты проиграл понятно очки пусть это врагом будет твоим близорукость враг если у тебя теряет созрение так не должно быть давай начиная ты знаешь что делать во благо руки начиная активирует тебя проявление духа святого активирует и также со всем остальным ой ну ничего что у меня там чуть-чуть хромает ну ничего что у меня там запор но ничего что это нет это твой враг не давай место дьявол аминь освободитесь от греха мы должны подненавидеть грех болезни и мы должны стремиться отделиться от них полностью если есть в своей жизни что-то неправильно перестань это делать на что ты сеешь плохие вещи и ты можешь это пожар не болтал не накажет ты пожнешь ты посел если ты не можешь вывести от курения или какой-то вредной привычки на неважно в день или еще чего-то это пожнешь поэтому лучше и скорее не это пока это не вырос аминь исцеляйте все болезни одинаково нам не нужно иметь один какое-то разное отношение к болезням и разнообразие будь то перед вами рак будь то головная боль одинаково понятно отношения одинаково нету каких-то более особенных заболеваний ты сильнее в тебе живет и тут тебе живет помада ты помада ты превосходен и гоняешь относитесь ко всем болезням как человеку как личность понятно друзья как лично это лично что такое болезнь это в основном паразиты микробы это как лично грипп я тебе говорю грипп сейчас слушая меня сына божьего сейчас ты оставишь мое тело или тело моего человека и выйдешь слушай меня смотри на меня смотри на меня сейчас ты уходишь вот так как лично и не просто к личности как самому сатане вот так приказываетесь властью как собак да собак же прогоняли когда-нибудь да вы знаете как собак прогоняли когда на горо там забежал там что-то там грызет у тебя что вы там делаете ой-ой-ой собачка не грызи пожалуйста но но пожалуйста пожалуйста то выйдем ракета и веник и еще ты прицел берешь вот так все стреляй запускай и это первый раз вы должны приказывать а не умолять болезнь ему тебе приказывайте болезнь ему тебе повелевать имейте власть над ними знаете вот мы двигаемся служение джона лайка и там есть интересные вещи и он то время начал служение тем что он в радикально он начал приказывать болезнь ему ходить раньше молились господи исцели господи все и тут никогда этого не делал не ученики не делали они что делали они повелевали они приходили и гоняли повелевать любой где вы нигде не напомните что и тут пришел папа сделать мне что-нибудь он приходил этот отец я говорю это только потому что все знали чьи это воли лазер выйди вон выходи из могилы воскресенье все вот так вот такие ученики и действуют такие мы должны действовать говорите проблемы они другими людьми а этой проблем понятно когда вы начинаете служить или там то то вы обращаетесь к проблеме они человек не надо обвинять людей вот это решили ты виноват это а что ты делал что ты натворил я вам скажу если так будешь действовать мало того что ты время потеряешь ты все равно ничему не придешь да мы все где-то виноваты так что нам все нет бог не послал свое слово исцели его а потом говори с ним об этой проблеме понятно исцели его сначала а потом говорит ты знаешь тебе надо простить потому что твоя обида уничтожает тебя вот и до этого исцели а не так что пока ты не простишь не исцелю это и что так не поступал нет никаких условий сначала прояви милосердие человеку а потом чему-то учить потому что во первых если ты хочешь чтобы он тебя послушал если за него стал авторитетным то прояви силу он сказал ого значит этого человека можно слушать правильно вот вы же меня слушаете вы же меня многие не знаете да можете сделать это залетный просто я думаю такой а что там забирать пойдем расскажу и зашел такой здравствуйте и все и давай космические корабли бородят тракторы театра нет вы сказали что это за индивидуум заберите у него микрофон куда он взял нет вы слушайте и вы слушайте внимательно и улучшить почему потому что видели как я через меня действую про я передаю опыт этого действия это реально это доступно вам и бог хочет чтобы это было и вам аминь приказывайте а не умаляйте говорите проблемой они другими людьми этой проблеме иисус сказал горе подняться и встать и вернуться море понятно и тут не говорю давайте поговорим о горе о проблеме он не говорит гора там и дверь не смотрят аминь это матфея 21 21 то есть мы должны приказывать прямо мы должны приказывать напрямую болезни или проблеме какой-то в жизни человека примеру человек зависимы от мы говорим проблеме у человека плохие отношения женой мы говорим раздор понятно это говорите проблеме проблема выйди вон у человека ограниченность куда нищета говорите нищета пошла вон от него аминь у человека долги азартные игры говорите игромания выйди вон от него мы не должны сомневаться что когда мы говорим небеса на слышит и соглашаются и враг слышит и подчиняется аминь говорите проблеме они о проблеме когда мы говорим это решение бога то небеса с нами соглашаются а враг подчиняется такого решения бога если это вы поймете это вы начнете всех бесов сгонять и все боли и давать определение в жизни людей смотрите на больных людей как на угнетаемых военнопленных исцеление это поле битвы а мы представители бога который сражается мы сражаемся с врагом чтобы освободить пленных на аминь аминь это пленные но это военнопленных станьте чистыми и оставайте чистыми держитесь подальше от гордости это может делать любой человек понятно если у вас насчет получаться это а будет получаться то знаете честно не задирайте особо но вот я такой крутой перец каждый все можно сделать ты не завидуйте друг другу и не соперничайте понятно это такое соперничество это такая фишка которая сатана сеет между служителями и они начинают соревноваться кто круче то больше всех исцелил что покруче чтобы 3 это сделал чтобы 3 человек остался жив это слава иисуса христа как это происходило быстро или медленно но произошло это чудо это победа аминь будьте настойчивыми развивайте свою настойчивость будьте ведомы божьим характером и природы возьмите на себя ответственность за своего ближнего решите подчиняться библии а не каким-то произвольным чувством знаете что бог с вами вас и для вас аминь не полагайтесь на чувства не полагайтесь на эмоции не полагайтесь том что мне сегодня есть настроение исцелять значит по мной бог а это мне как-то как-то грустно значит по моему богу нет значит все больные дети мимо извините сегодня у меня перерыв я тебя у меня грустный нет такого не огонят неважно каком я чувствую не всегда у меня пробирается в щели надо закажется трудно но я но я вам честно скажу что я тебя стимулирую что какой бы мне настроение не был уже за женой там оба баба баба бывает это самая самая распространенная с женой разных мнений это доводит до и после этого ты такой ежа такой садишься тебе просто помолитесь у меня проблема у меня с ребенка температура под 40 а ты такое это так прекратил давай еще а тебе кажется бог ушел то есть не позволяет эмоциям чувством удалить от тебя духовные духовную силу духовно не духовную силу а твою позицию от твоего решения твоего молитва зависит чьи это же понятно потому что бог делал тебе силу до того как ты был хорошим или плохим поэтому ходить не действие и стремить хранить мир в своем сердце потому что это оружие сатана он хочет таким способом тебя упить есть такая тема называется как враг сражается с тобой как нам дьявол сражает вы знаете что пока мы находимся в духе мы в духовном хотя бы мы в духовном да вы слышите вы такие все все хорошо все слава богу и вы вроде сильные такие и дьявол не может ничего делать вот мы его изгоняют и изгоняют а он может и хочет что-то против нас делают а не хватает понимаете почему потому что мы когда в духе мы недосягаемы будьте всегда в духе и библия учит нас ботов почему тогда вы недосягаемый для него это ваши тела они для него недосягаемы потому что ты не полагаешься на чувства эмоции ты всегда тверд мой бог жив мой бог со мной все в порядке. Я здоровый и солен, все в порядке. И все в порядке. Сохраняйте этот внутренний боевой настрой, будьте в состоянии духа, не позволяйте эмоциям украсть. И вот знаете, когда ты вдруг начинаешь быть эмоциональным, дьявол все делает для того, чтобы ты опять вернулся и стал эмоциональным. Опять ты, знаешь, вот так вот. И когда ты, ну, к примеру, ты едешь в машине, и вдруг тебя кто-то подрезает, и ты, знаешь, ты вышел из духа. И все. Ты уже, ты уже душевный. И дьявол такой, это он делает так. И он уже такой, пока ты едешь, на стыпочку, чтобы тебе какой-то болезнь. Или что-то трудно. Если даже это произошло, верни сразу дух. Ничего, все хорошо. Будь благословен, все будет хорошо. Можно? Я тебя благодарю. Все едем, все хорошо. Понимаете, друзья? Будьте в духе. Вот так враг сражается от нас. И если вы это поймете, и вы будете всегда в состоянии духа, тогда вы будете не прикасываться. Аминь. Вы извините, вы уже уезжаете, на молитву уходите сюда. Вот знаете, вот позиция людей. Вы туда зачем приехали-то? Дети. 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 Я боюсь, что влезут. Там машины будут. Там ангелы Божьи, все будет хорошо. Точно. Хорошо, друзья. В принципе, это то, что я сегодня хотел поделиться с вами. Есть много разных вещей. Я вообще-то говорю, ну, давайте вы получите. Мы еще дальше немножко поговорим. Последний день. Дальше будет. Мы поговорим немножко. И все. И стартуйте. Стартуйте уже сегодня. Мы хотели сейчас о практике поговорить. О практических вещах. Значит, ну, чтобы вы правильно понимали, что служение, действие силы Божьей происходит, исходит от понимания власти, которую ты имеешь в кресте. Понятно? Эффективность своего служения зависит от того, насколько ты осознаешь, какую власть ты имеешь в Боге. Понятно? Не просто дары, не дары, власть. Верующий человек. Используй ее и проявляй. У каждого из вас есть власть. У каждого из вас есть вера. Понятно? Может быть, и есть там какие-то особенные дары. Хорошо, слава Богу. Если они у вас есть, слава Богу. А если у вас нет, что вы? Обречены? Нет. У вас есть вера, у вас есть Дух Святой, и у вас есть власть, Сыно Божий. Действуй. Действуйте со властью. Будь то из знания бесов, будь то исцеление больных, будь то воскрешение мертвых. Не важно. Это все одно и то же. Аминь? Аминь. Хорошо. Чтобы вы понимали, что власть идет не только над бесами, но и над клетками тела. Власть над клетками. В Эфифианном первой главе, там, 19 стиха до конца, 24, по-моему, там написано, что и как безмерное его величие, могущество в нас. Действуй по действию державной силы, которую он во действии в Суте Христе, воскресил его в мертвых, и посадил превыше всех сил и господ. Превыше. Что такое силы и господ? Я вам скажу, вот это взаимодействие между клетками, это тоже силы. Это силы. Вот знаете, клетки между собой контактируют. Это силы. Клетки, которые держат кости, это силы. И мы имеем власть над ними, мы во Христе, мы выше их. В Бытии 126 написано, и да владычествует человек над всей землей. Мы сотворенные земли, прав. На клетках, мы имеем власть. И Бог сказал владычеству над этим, над клетками и атомами. Аминь. Это твое тело, оно дано тебе, и ты управляешь этими процессами. Ты управляешь процессами своего тела. Ты принимаешь решение, что тебе кушать, а что тебе не кушать. Правильно? Ты принимаешь решение, брать тебе горячее рукой или холодное. Ты принимаешь решение, ты принимаешь решение. И также внутренние органы. Ты имеешь власть над ними, власть над костями. Имеешь по решению Бога. И это не колдак твой, это решение Бога. Просто мы это не знаем и не используем. Аминь. Аминь. И чтобы вы сейчас это понимали, мы сейчас делаем определенные практики. Я хочу, чтобы вы встали сейчас. Давайте. Давайте. А распределитесь немножечко. Ну, чтобы вы не мешали друг другу. Есть очень хороший метод. Это хантеры или такие служители. Значит, друзья, смотрите. Я вам показываю. Хорошо. Сядьте. Я вам сейчас пользуюсь покажу. Потом сначала. Смотрите. Есть хороший очень метод. И это сильно символизирует такую позицию, какую мы имеем власть над своими клетками тела. Смотрите. Это называется метод вытяжения рук. Есть ног. Этот метод и пользуется при исцелении позвоночника. Вы уже это видели. Как сколиозы считают. Даже появляются какие-то части этих андрозов. В общем, в силе проблему подвоночника решают. И я вам скажу, от подвоночника зависит работа практически всех органов твоего тела. Если у тебя изжога подвоночника, у тебя проблема кишечного, подвоночника и так далее, и так далее. И это основное. И когда ты научишься исцелять людей таким образом, исцеляется все органы. Понятно? Значит, как вам происходит? Так определяют терапевты. То есть, допустим, человек стоит. Ноги на уровне плеч. Потому что в этом положении ты ровно. Вы поняли, да? Ровно. Плечи ровно. Все, вот ровно. И после этого, ты можешь потом дома это делать. Ну, пусть вот сейчас будешь так вот. Я тебе потом покажу, как делать. Вот так руки. Руки вот так вытягиваешь. Смотрите, вот так вот. Ты не думаешь о том, какая у тебя рука. Просто вот так поднимаешь. Просто вот так поднимаешь вот так. Вот так плечи ровные. Не так, не так, не так ровно. Как есть, естественно. Не стремись выравнивать там, как-то, ой, у меня ровно. Естественно. Как все есть, так и есть. Понятно? Вот так вот. А потом своди вот так. Своди вот так вот. И проверяй. О, видите, разные руки. Да, друзья, у меня тоже непорядок, хотя у меня есть любимый отход. Такое бывает. Значит, сердце правильно. Правильно? Смотрите, вот я максимально тяну ту и ту руку, я не думаю еще. Действительно. Смотрите, что я делаю в этом случае. Вот ты стоишь, вот ты стоишь, видно, да, Фил? Да. Вот разница рук. Вот я вытяну максимально, я не смотрю там, я не утапываю. Вот как есть вот такой. Вот у меня действительно рано, что-то там у меня искривилось. И я говорю, отец, я благодарю тебя, спасибо, отец, твое имя и Судо Христа, прямо сейчас, правая рука, тянись, позвоночек, я говорю, тянись, расти, 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 расти. И я что-то, о-о-о, как у меня позвонок начинает двигаться. О-о-о. Прости, прости, Плечи на месте, прости, 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 о-о-о. по имени только на место на место на место на место спасибо вы увидите как ваших руках будет рвать смотрите как это вы должны запрактиковать дома пока вас начнут вытравить лево и право даже если вас не искривлены они будут расти все равно это тренинг мышлений это тренинг новым фактом что когда ты говоришь ты говоришь клетки подчиняются аминь из-за этого ты должен что делать ты должен найти дома ровную стенку понятно вот так вот так чтобы твои лопатки прикасали к спине и вот с этой позиции ты поднимаешь руки когда ты поднимаешь руки влопадки не отрываешь понятно и сводишь вот так вот вот эта позиция смотрите вопадки нет ты говоришь во имя истуных лица правая рука россия расти 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 во имя истуных лица расти я лопатки не отрывать расти 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 во имя 300 на место 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 все да вот так вот дома тренируйтесь и вы катать ваш позвоночник полностью выровняется и колеоды уйдут да, действительно такие потом следующее, что вы будете дома делать вы должны перейти, потому что смотрите, это не кости растет как бы правильно но есть лучше, когда кости должна вырасти я это много раз видел, когда кости растут вот недавно в детстве что было я вот так вот молился за парня, которого кости из-за болезни в детстве остановилась в развитии и на 8 сантиметров была короче кость мы по ватсапу молились по видео и прямо телескоп и выросло и то чуть сознание не потерял да, реально кость была короткая на 8 сантиметров выросло сразу конечно это шок был хорошо, вот следующее, что вы будете делать вы ставите на ровную на стол или что-то так, чтобы от локти и вот руки вот видите, да то есть они ровно еще, чем у меня от локтей понятно, да и вот вы начинаете говорить смотрите, рукам когда вы будете говорить вы должны понимать, что вы делаете это тренинг это то, что ваши клетки и ваше тело будет подчиняться когда вы будете говорить я тоже, когда вы поймете что из ваших слов входит сила вот так опухоль исчезает понятно так же самое те же самые клетки в другом человеке подчиняются они слушают как живые они живые они слушают, что ты говоришь и делают то, что ты говоришь смотрите вот так же так же так же так же так же получат вот смотрите ровные руки да я не могу их больше меньше Иисус я благодарю тебя во имя Иисуса Христа прямо сейчас правая рука наше расти та assez еще больше тяни еще больше тяни еще больше еще больше расти еще расти еще расти еще расти еще расти еще расти еще расти фантастика но это реальность и ты знаешь теперь что это существует есть сила которая может видеть это дело это сила в тебе аминь смотрите я не тебя не тяну ни плечами не все иисус спасибо Fuski бог спасибо и теперь обратно права рука уменьшайся 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 это не фокус это реально уменьшайте уменьшаете берем и remains a level Judy лево лет лево лет лево лет saute лево Левая расти. Левая расти. Левая. 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 Расти. 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 Еще больше расти. Еще больше расти. Еще больше расти. Тянись. 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 Мы видим, да, друзья? Это такая реальность. Спасибо, Господь. А теперь на место выравнивайся. Выравнивайся. Спасибо, Дух Святой. Все. Кто хочет фокус такой, вот так, я не могу, я не руками, ты как стоишь, ты никак не делаешь вот так, и это действительно странно, и я вам скажу, друзья, когда твое мышление пришло к такому выводу, выводу, твое мышление, твоя вера, что и скажете, горе сей, и оно вернется в море, не усомнись в сердце тогда скажет, тогда ты поймешь, что в тебе есть сила действия, эта сила влияет на твое тело, аминь, практикуй так каждый день дома, практикуй так, потом переходи на пальцы, на пальцы так же самое, вот я сжимаю ладошки, вот давай подойди, давай, 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 поближе, ты у нас еще не рожденная слыша, давай, вот смотри пальцы, чуть-чуть разъедини, вот так, смотри, пальцы одинаковые, да, вот так держи, чтобы подушечки взяли, вот так, вот, вот так вот, и тут спасибо, правый палец давай, Господь, я благодарю тебя, во имя Истута Христа, прямо сейчас, правый палец, правый палец, расти, расти, тань больше, тань больше, расти, 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 чуть-чуть разъедини, расти, 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 Расти. Еще больше. Еще быстрее. Растет? Еще быстрее. Еще быстрее. Палец расти. Расти. Еще больше. Смотри. Вкладки как вышли. Видишь? Еще больше расти. Еще больше расти. Смотри. В следующем году Повторяю обратно. В следующем году обратно. Не бойся. Трехними пальцами. Это не Костя. Это связочные вот эти фаманги вытягиваются. Но они подчиняются. И чуть-чуть хостет. Все. 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 Чуть-чуть. Нет, надо будет обратно. На место. На место. На место. На место. На место. Ой, меньше пошел. У меня по вашей команде тоже образ. Да. И друзья. Присаживайтесь. И я скажу вам, друзья, что так и есть в школе Иисуса учение о том, что есть два фактора вхождения в действие Силы Божьей. Это через визуальный контакт. Когда вы видите. Для вас это реально. Через то, что вы слышите. И когда вы слышите, что вы можете это делать. И третий шаг это деять. Практика. Когда вы начнете практиковать. Аминь. Так же самое мы покажем и с ногами. Как работает. Хорошо. Встаньте. Вставайте. Распределите этим. Да. Смотрите, что я буду делать. Вы сейчас станете на уровне плеч. Вот так. Ноги на уровне плеч. Только не на шпагат, а на уровне плеч. Ага. Да. Ну ваши вот такие плечи. Ну да. Нет. Ну вот эти плечи. Вот так нормально, спокойно. Как естественно встаньте вот так вот. Руки вытяните вперед. Не думайте о них. Какие вот кривые или прямые. Не важно. И теперь вот так поднимайте. Поднимайте как есть. Можете вот с этого положения плеч максимально вперед потянуть. Вот так вот. Не думайте вот так. А теперь соедините. А теперь вот так сложите. Ооо. И вы видите разница? Потянуло, да? Хорошо. Опустите. Тряхните. Да. А сейчас исцеление произойдет. А теперь опять так же самое. Руки вот так вот. Поднимайте. Чуть-чуть приблизьте. Вы уже знаете какая у вас рука короче. А теперь говорите во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Короткая рука. Короткая рука. Прости. 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 Тянись. Короткая рука. Тянись. Одесса, тань, больше. Тань, больше. Тань, больше. Тань, больше. Увеличивайся. Увеличивайся. увеличить а теперь положите руки и я посмотрите на ваши руки вы видите как поменялось до тряхните тряхните это не кости растут не переживать это сверху насчет вернется но в этот момент вы чувствовали как у вас подвоночники что тоже и что-то начало крутить выкручиваем да в этот момент происходит исцеление друзья с подвоночником самой сложной формы сколиоза исчезает да такое такое у кого прошла долга болела но я такую сидела если заметили да это не работает вам нужно вот так вот я сказал вставать спиной так чтобы лопатки и практиковать левая правая левая правая смотрите это то что вы должны практиковать каждый день каждый день смотрите что произойдет вы настолько придете к глубокому выводу что сила божьей в вас то вы когда будете возгласть действительно людей проблемы а вы элементарно просто люди колят блокады что они только не делают грыжи там это элементарно за две минуты исчезает понимаете это вот это и есть обновление рамы это одно открытие того что ты считаешь аминь хорошо присаживайтесь сейчас еще один метод покажу вам у кого еще осталась проблема в пене сейчас это сюда стульчик да так что был глубок вот копкой туда вот глубоко да ноги вместе я подниму вот так подниму вот эта нога у тебя короче вот эта нога вот видишь короче вот я кабул как-то вот все вот так вот короче так мы делаем так чтобы это было видно так это нога давай вот так чуть-чуть так же там как руки это тоже нижний отдел пины это тоже подвоночек поедничный отдел так же там вы говорите короткие ноги во имя света христа короткая нога тут право расти подлог чутьу center короче расти расти еще больше рубки еще больше reflect еще больше расти еще больше расти еще больше тянись, 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 вы видели что произошло, правая нога которая была короче на сантиметра полтора стала больше левой на 3 сантиметра она выровнялась, она ровная, встань, а теперь проверь себя спиной все, все исчезло слава Иисусу Христу, я вам скажу честно, наша рука, Тива Духа Святого но мы ее должны научиться направлять, действовать это не воображать, а давайте без коммитерства, или вы выйдете, дело не в этом, нет, это просто опыт вот Иисус водил учеников, он брал и говорит идем, смотри как делать вот там проблема, смотри что я делаю, тут делаю ты тоже говори во имя Иисуса Христа прямо сейчас я приказываю болезни выйти вон вся боль немощь изгоняй тебя именем Иисуса Христа будь истелен будь свободен во имя Иисуса Христа Аминь все вот так он учил и они делали, делали, делали а потом он говорит, ребята, вы готовы, идите сами и они у вас прибежали радостные все получается понимаете, друзья дело не потому, что у меня в руках лучше это у вас всех будет работать аминь и это то, что вы должны практиковать ногами где дома родственников ну кто вам соседи друзья так обязательно чтобы человек садился глубоко чтобы он садился вот так вот ну бедрами глубоко пина шепрована чтобы положение потом вот так вот вытягивает и проверяет вы смотрите по пяткам так и так если проблема с пиной сразу говорю короткие ноги есть понятно и начинаете смело говорить расти если у человека даже короткая ноги будет она вырастет аминь аминь хорошо что еще хочу вам сказать значит по поводу изгнания бедов ну вы должны понимать, что это не какая-то специальная подготовка к этому никакой нету специальной подготовки и для этого не обязательно вам вычислять что же там кто достаточно понимать что там дух нечисто дух немощи дух немощи болеть это дух немощи вы говорите имя немощи Reddit тут councils Если человек начинает трусить там, продолжайте, выйди вон и не возвращайтесь. Я иногда говорю, поднимись, поднимайся и выходи. Или человек начинает, вот это выходит без. Или на выдохе, или ничего не будет. На душе, расслабился. Это тоже уж. Вы поняли? Делайте смело, вложите руку, добивайте до конца, пока не уйдет. Понятно? Во имя тут лица, поднимайте и выходи вон. Ты не имеешь права там быть. Не надо спрашивать, а имеешь ли ты право там быть? Честно скажу вам, никто из бесов не имеет права жить человеком. Потому что цена заплачена за всех. Понятно? И тебе не надо вот эти все учения разные. Тебе надо узнать, что этих его зовут. Ничего тебе не надо. Достаточно понимать одно. Ты начальник, он подчинен. Ты начальник, он подчинен. Понятно? Кто бы там ни был, ты начальник. Даже если он тебе говорит, ты не стал со мной начинать, говорят. Ты подчинен, я начальник. Потому что в Библии написано, что ты послажен во Христе выше всех сил и Господь. Аминь. Это обращено ко всем верующим. Аминь. Поэтому ты должен это уяснить и быть смелым в этом. И действовать. Если глухота, дух глухой вон. Слепота, дух слепой выйди вон. Понятно? Если гриб, гриб выйди вон. А грижа? А? Звоночник, грижа. Грижа, выйди вон. Подвоночник выровняйте и целись. Все. Болезнь поедет. Рак, выйди вон. Гепатит, выйди вон. Ядва, выйди вон. Именем уступить. Артрит. Вот. И все, что вы там. Вот эти названия болезни, которые вы слышите, вот это и гоняйте. Понятно? Обращайтесь как к личности. Представьте, перед вами какой-то индивидуум, который угроз, он зашел на территорию, которое не должно быть. Выгоните его. Ацирус? Тоже так и называете? Да. Так и называйте. А если лишний вес? А? Лишний вес выйдем. Лишний вес, да? Да. Не надо там сложнейшие формулы. Там. Ожирение. Выдем вон. Тело. Тань меньше. Уменьшайте вес. Понятно? И все. По этой схеме действуйте. Я вам, друзья, говорю, чем проще вы... Чем для вас это сложная вещь, если вы пытаетесь ложными комбинациями оперировать, я вам говорю, вы проиграете. Вы забьетесь, вы сто. Действуйте вы простыми вещами. Чем проще, тем лучше. Болезнь выйдем вон. От макушки до пят. Немощь вон. Если ты не знаешь, где она у нас. Дух немощи, выйди вон. Боль вон. Заболела голова. Почему она болит? Откуда она болит? Выйди вон. Ну, обычно, это тихонгрозы. Гипертония, это отлично, это шея. Шея, позвоночник. Шея, позвоночник исцелить. Все. Сразу боль головная. Еще есть светочные кости. Светочные кости, станьте на место. Еще такое бывает. Бывают мишени. Бывают такие вещи. Зубы болят. Боль в зубах. Паратонтоз вон. Зубная боль вон. Кариес вон. Зубы исцелитесь. Челюсть исцелитесь. Тань на место. Выровняйтесь. Корень исцелитесь. Тань крепкий. Врастите. Все. Четко. Короткими повелениями. Приказы. Короткие приказы. Короткие. Не надо, друзья, долго. Господи. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Не надо этого. Все это так уже предельно ясно. Бог уже сказал, что он лучше сделать. Говори, отец, спасибо. И пошел. Отец, спасибо. Своими словами. Ту. 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 Четко по властью отчеканивая и придавая значение каждому слову. Аминь. Аминь. Я вам показал несколько методов. И жить. Я обычно могу ж. ЖИТЬ! И оно течет. Вы уже вчера, я показывал. Как она, как это чувствует. Проходит. Да? Вот. Дай мне руку. Мы говорили вчера, реки воды для живот текут. Правильно? И когда ты не просто рукопожатие делаешь, ты готов что-то дать, ты готов дать Духа Святого, Жить Божий, Который Святой. И ты говоришь, Отец, спасибо, Благодарю тебя, прямо сейчас, во имя Института Христа, Жить-тики. Как будто на легком выдохе. В каждой области он, сейчас, почки исцеляются, женские органы исцеляются, мочевой пузырь исцеляется. Поженки исцеляются, ежемесячные приходят в порядок. Вот этот цикл выравнивается. Из боя перестает гордиться. Гормональный фон выравнивается, щитовидка исцеляется. Боль в левой груди, запрещает проявление употребления. Молочная железа исцеляется. Духа Святой, спасибо. Почки очищаются, очищаются. Вот что ты чувствуешь сейчас? В правой почке. Нет, в поле. Вот этот момент, когда ты взял, ты почувствовал, что ты как волна. Это всегда происходит, друзья. Все как горяченькие. Да. Это с действующей Вы Божьей. Она проходит, человек начинает что-то хранить. Да. И она находит там, где я говорил вот это слово знание. Ну я скажу, друзья, когда вы будете двигаться в этом, вы будете слышать Голы Божьей. И вы будете слышать то-то. Но я слышу там. Стопочки. Потом вот там в этой области. Потом услышал левая грудь там где-то что-то там. Потом еще что-то услышал. Это еще что-то. Это еще было. А вот это все. Ну подвуночник, когда он уже решил. Да. Возможно, что-то мы не сказали. Но тело Божье оно там найдет. Ты понял? То в этот момент жизнь, это то, что исходит из вас. Понятно? Да. Это может и лучше делать. Аминь. Да. Хорошо все стало. Сейчас болит? Да. Да. Дух тебе спасибо. Спасибо. Именем Усуда Христа. Боль в желудке. Пам. Прочь. Вы его. Именем Усуда Христа. Иисус. Спасибо. Иисус. Спасибо. 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 Иисус. Могущих именем Усуда Христа. Свобода. 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 Друзья, когда вы встречаете людьми, которые не рождены свыше, вы переходите дальше к ним. Следующий. Пошло что-то отрышка, да? Нет? Хорошо. Когда человек начнет зевать, это выходит без. Когда человек отрышка, это выходит без. Когда человек кашлять начинает, тошнить, это выходит без. Понятно? Или когда голова кружит или падает начинает, выходит без. Когда человек упал, не думайте, продолжайте пока это не уйдет. Иногда они специально это делают, чтобы ты остановился. Можете сам, по-разному. Хорошо. После этого, когда вы встречаете человека, который не рожден свыше, вы можете, и вы говорите, и суд желает быть не просто ярким к тобой, а в твоем сердце. Это так написано на его воле. Поэтому нужно его пригласить. И человек повторяет это с тобой. Отец Небесный. Отец Небесный. Спасибо тебе. Спасибо тебе. За то, что ты любишь. За то, что ты любишь. И ты доказал свою любовь. И ты доказал свою любовь. И ты доказал свою любовь. Когда Иисус Христос умирал на кресте за меня и вместо меня. Он забрал всю вину за мои грехи, чтобы я была свободна сегодня от вины за мои грехи. И в этом любовь Бога. И в этом любовь Бога. И Он забрал мои болезни. И Он забрал мои болезни и все проклятья. И на третий день воскреса, чтобы быть моим Богом. Моим Господом, Иисус Христос, приди ко мне, живи во мне, наполни меня Духом Святым, я открываю свое сердце, свое разум, свое тело для тебя, прямо сейчас, Дух Святой, наполни меня Твоим живым присутствием. И таким, с четким выдохом, ну не против ли Соня, и ты такой, хорошо, освежил, ну это хорошо, так, может быть, это хуже, это твои евангелизации, все закончилось. Спасибо, Иисус, теперь ты во мне, научи меня жить, выйти мне, по Слову Божьему, не по традициям людей, а как написано в Библии? До скончания века, я верую, вошла в Твою сад, отрекаю, от сатаны, от колдовства и магии, от оккультизма, от родовых духов, с этой минуты, я рождена свыше, заново, и стала небесным человеком. И стала небесным человеком. Во мне теперь живет Бог. Во мне теперь живет Бог. И я с Ним в одном. И я с Ним в одном. Навсегда. Навсегда. Аминь. Аминь. Все. Вот, рождение свыше. Когда думал, кто-то почувствовал, жар пошел. Это Дух Святой ушел. Теперь ты натихил Духа Святого. Следующий момент, это крещение Духом Святым, когда мы говорим иными языками. И Дух Святой ушел. И теперь мне надо погрузиться в силу Божьего. Как это делать? Ты говоришь, Дух Святой, крести меня. Прести меня. Твоим присутствием. Твоим присутствием. Сознаменем. Сознаменем. Иных языков. Иных языков. И я возглавляю руки. Когда я думал, я начну молиться языком. В этот момент ты начинаешь говорить со мной. Это выходит как слуха. Фемя, белая, лебя, телеви, 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 лабя, лабя, лебя. Это ты видишь, как полился от тебя. И потом говоришь, закрой глаза, хоть я ничего не слушаю. Дух Святой я благодарю тебя. Во имя Иисуса, соединение со знаменем иных языков. Лебя, кула, раба, челеби, ляма, челеби, салеба. Салеби, ляма, челеби, ляма, челеби, ляма, челеби, ляма, челеби, ляма, челеби. Салеби, ляма, челеби, ляма, челеби. Открывай рот и начинаешь говорить. Сначала как будто ты повторяешь за мной. А потом оно само пойдет. Ты правда? Так вот, никто даже не ушел. Вот, никто не ушел. Мало. Салеби, ляма, челеби, ляма, челеби, ляма, челеби, ляма, челеби, ляма, челеби. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Сердце исцелиться, сердце исцелиться, кровообращение исцелиться, будьте исцелены, а от макушки до пятны, до имя Иисуса Христос. Целемор выйди вот, прямо сейчас, именем Иисуса Христос. Во имя Иисуса Христос. Во имя Иисуса Христос. Аминь. Как сейчас делать? Аминь. Хорошо. Вот это делаем. И не пасовать, и не будете говорить. Решайте сначала. Решайте так. Я не говорю, что болит. Людям надо ходить болит, даже не понимать. Никогда вы вообще где-то не болит. Это уже серьезно его не получать. Но. Ну что вот. Я за таких пор пришла в церковь. Наверное, во сто раз у меня приказочки были. И вот это место были. Уже руки на вас. По имя Иисуса Христос. По имя Иисуса Христос. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Я приказываю. Сейчас исцелиться. Сейчас. Сейчас. Глаз. Глаз. Очистить. Очистить. Сейчас. Будь нормальный. Будь нормальный. Приди в норму. Приди в норму. Исцелись. Исцелись. Отец Небесный. Отец Небесный. Благодарю тебя. Заисцелись. Ваим Иисус Христос. Ваим Иисус Истратяг. Аминь. Закрывайте лето одну. Пон conversions работы. Это неважно. Любая причина, в которую вы верите, есть причина. Забудьте за все, что у него там было. Есть ситуация, есть его босса. Друзья, друзья, хочу спросить у вас. Что произошло только что у кого-то? У нас росли руки. У кого еще болеешь? Подождите. У кого еще болеешь? У меня болела нога. Я говорю за сердце. У меня косточка перестала болеть. О, молили за сердце и перестала молить косточку. Сила Божья отошла. О, вы молились за нее и сила Божья отошла. Это в ваших руках есть Сила Божья. Дома каждый день, где-то так болеется. А что? Боже взял. Слава Богу, вот муж и растет. Почаще тебе рубите, почаще. Точно, так письмо косточка. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо. Хорошо, давайте с Владом наберем. Идите сюда. Хорошо, идите тоже вы сюда. Ложите руку на него. Закрыть глаз. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Сейчас. Отец небесный. Провозглашаю. Чудотворение. Слепой глаз. Откройся. Дух слепой. Выйди вон. Именем Иисуса Христа. Выйди вон. Выйди вон. Глаз исцелись, очистись, сейчас, моментально, приди в норму, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Спасибо Иисусу, спасибо Господню, аминь. Бирайте руку, смотрите, глазом смотрите. Кто сейчас, кто в глазу сейчас? Говорите, как едет. Скажите, есть изменения сейчас? По краю, по глазу, есть бляшники, блятит по краю так? Нет, в качестве дома культуры, немножко стало светлее фон, потому что у меня вообще был светлее фон. И вот сейчас, что-то, давайте. Сейчас светлее. Смотрите, мы сейчас еще будем возлагать, один, второй, до тех пор, пока слепой глаз не откроет. Вы верите в это? Я верю. Вы верите, что слепой глаз открывается Богом, он открывает слепые глаза? Я верю. Вы верите, что Бог через ваши руки делает это? Верите? Верю. Чертко? Чуть-чуть сомнилась. Нет, нет, нет. Я верю. Я вам, друзья, советую. Я все-таки верю. Даже не думайте, когда у вас возникает вопрос, а получится, я вам предлагаю вообще выключить свой рамп, просто. И все и делать на автомате. Вложите руки. Дух Святой. Дух Святой. Спасибо. Спасибо. Именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа. До конца. До конца. Слепой дух. Слепой дух. Вон. Вон. Сечаска. Сечаска. Исцелись. Исцелись. Сейчас. Сейчас. Слепой глаз. Слепой глаз. Ты уже не слепой. Ты уже не слепой. Именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа. Прозри. Прозри. Сейчас. Сейчас. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Убирайте руки. Открывайте. Говорите, говорите. свет сейчас яркий свет в глазу смотрите друзья так открывается слепые глаза начало темно потом вдруг светлее потом вдруг свет это смотрите еще да опять в руки не смейтесь это реальный иисус христос сегодня сегодня открываешь ты открываешь слепым слепые глаза глаза сейчас сейчас я говорю я говорю помазание христа помазание креста во мне вам не давать давать липы слепые зрение зрение во имя иисуса христа во имя иисуса христа даю тебе зрение даю тебе зрение прозри прозри убирайте руку мельчишит что-то сейчас кроме света мельчишит уже туман такой пошел вот туман пошел вот движение движение вот движение пошло смотрите друзья слепой глаз открывать да это реально как стояла это как движется туман вот а вот этого не было еще раз положим во имя иисуса христа прямо сейчас прямо сейчас слепой глаз слепой глаз слепой глаз открывается открывайся 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 зрение будешь или но зрение будешь или но прозри 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 Давайте, давайте, смотрите, никаких показаний, смотрите, смотрите. И сейчас в этот момент, когда вы смотрите, начинает появляться что-то. Так всегда бывает. Это битва, друзья. Это сражение. Ты знаешь четко, кто верен, обещал. Верен. И ты делаешь это до тех пор, пока это не проявится. Что-то изменивает, покурами тумана? Меняется, меняется. Вот просвет двери, он стал светлее. Вот. И как такими волнами идет. Это чудотворение сетчатки. Сейчас Бог творит новую сетчатку. До тех пор, пока не победим. Во имя Иисуса Христа. Правый глаз. Откройся. Прозри. Начинай видеть. Свободно. Сетчатка. Исцеляйся. Сейчас. Во имя Иисуса Христа. Будь исцеленным. Будь исцеленным. Убирайте руку. Опять смотрите. Смотрите, смотрите. Сейчас в этот момент происходит исцеление. Пока вы смотрите. Да, давайте. Вы не уходите, сидите. Сейчас вы продолжите. Сейчас я разъясню. Ну мы молили до вас. У вас исчезло все. Ну вот, проверьте. Нормально. А ну хорошо наклоняйтесь. Все, исчезло. Мы тогда молились у вас. За техандрот. Света поисчетал. Вот что там поисчетал еще? Спасибо. А язву исчезло. Все. Поли поисчезло. Друзья, упорка. 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 Луки 18 глава. Не унывая молись. Не унывая молись. Бог дает ответ. Бог всегда дает ответ. Даже если тебе надо сто раз подложить руку. Подложи сто раз. Но ты увидишь ответ. Аминь. Мы сейчас, мы никуда не уходите. Вы уйдете зря. Я пишу спасибо. Иисус спасибо. Благодарите. Дай Бог. Вот это неверие. Да? Да. Когда вы говорите дай Бог. Ну как вы хорошие слова. Дай Бог. Мы говорили, что Бог уже совершил. Начинайте говорить спасибо Бог. Спасибо. Спасибо Бог. Спасибо. Спасибо. Ты уже соглашаешь этот результат. Спасибо Бог. Дух Святой, спасибо. Ва имя Иисуса, говорит Отец. Я соглашаю Тисть по Илюбови, милости. Господь, пусть с этим плотком пойдет сила Твоя. Сила к этому ребенку. И при прикосновении к этому мальчику, сила Твоя сойдет на него и исцелит болящего. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Твою, Господь, Дух Святой. Я благодарю за Ангела, который сойдет с этой бумагой, с этой калфеткой. И при прикосновении полностью произойдет освобождение этого мальчика. Во имя Иисуса. Аминь. Идите сверху. Я веду это много раз. Да? Ну, порежьте и пейте с помидорами. Покушай. Ничего не надо. Просто положите его. Ну, положите его. Где там. Значит, професку пополам. Одну сына, другому мужу. Ну, можно и так. Можно и так помочь. Как это вот можно? Отец Небесный, во имя Иисуса Хритана, я благодарю Тебя. Я высвобождающий часть сил Божьей, силы Дмитрия. И именем Иисуса Хритая. Я говорю, сатана, нищий ты дух. Пошел вон от него. Акуда ты там ешь? Пусть! И именем Иисуса Хритая. Спасибо, Иисус. Нет уже. Я благодарю Тебя за полночью исцеления Дмитрия. Вот это жржище, я покажу. Ты знаешь, где я. Аминь. Все? Все? Еще есть что-нибудь? Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Благодарю Тебя. Спасибо Господь за то, что освобождаешь именем от этого. Дай конца. Астехондрот. Во. Проверяй. Ушел? Легко от того? Да. Желаю. Благодарю. Благодарю Тебя за то, что истребляет. Во имя и куда зайдет до конца. Как будто бы его помяты. Ягва уходит. Ягва втягивает, втягивает, втягивает. Я сейчас буду выйдем. Двой дух выйдем. Вот до того. До конца, до конца, до конца, до конца. До конца, 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 до конца. До конца, до конца, до конца, до конца, до конца. Благодарю именем от того, что-то идет. Хорошо, все, легко стало, делай так, делай, делай так, делай так, делай, 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 прямо как будто на грунту даешь в эту область. Максимович, у него получилось, что он чувствует, что глаз, как будто бы его помяли, понимаете, глаз помяли, я говорю, Бог сейчас творит сетчатку, сейчас исцеление происходит, я говорю, для чего идешь. Вот так сумки делают, поднимай, вытягивай руки. Иисус, спасибо во имя Исуса Христа сейчас, спина выравнивается во имя Исуса Христа сейчас. Спасибо, Исуса Христа. Спасибо Исуса Христа. Спасибо, Исуса Христа. И я вам, прочее тело. Практически новые системы. Исус, спасибо. Проверяй. Все? Давай наклоняйся. Давай, давай, проверяй. Живут. Делай так, подави там, хочешь, проверю пресс твой, как ты качаешь пресс. Я когда-то занимался, так что у меня удар поставленный. Я говорю, па! Я перебивал. Нормально все? Павел Иисус Христа. Кто тебя исцелил? Кто исцелил тебя? Хорошо. Так же, как и твои сестры, я тебе говорю, его желание быть в твоем сердце, жить в тебе. Человек назван Храмом Божьим. Храм Божий – это не те домики с куполами, это человек. Так в Библии написано. Поэтому сейчас ты со мной его пригласишь. Говори со мной. Иисус Христос, я благодарю тебя. Ты есть, ты живой, ты воскрес, ты забрал всю вину, мою вину на себя и избавил меня в твоей смерти. И дал мне новую жизнь. Прости меня за все. И я принимаю твое пресчение и твою любовь. Сейчас, Иисус, приди ко мне, поселись во мне и живи во мне. И будь со мной навсегда. Наполни меня Духом Святым. Сейчас. Войди в меня. Почувствовал что-то, да? Да. Это Дух Божий вошел тебя. И с этой минуты ты стал другим человеком. Говори, спасибо Иисусу. Спасибо Иисусу. С этой минуты. Все мои грехи простились. И я стал новым творением. Теперь я соединен с Господом. Теперь я стал праведным и святым. Все мои грехи простились. Все мои грехи простились. И отрекаюсь от сатаны. От грехов. От зависимости. От курения. От алкоголя. И вхожу верою в Царство Божие. Иисус. Иисус. Научи меня. Научи меня. Ходить в твоем Царстве. Понимание Библии. Понимание духовных истин. Понимание духовных истин. И с этой минуты. И я новый. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Тебе крещение Духом Святым? Да? Да. Ты слышал, какое крещение Духом Святым? Да. Ты слышал, как на этих языках можно сказать? Пока ты где-то говоришь, он все слышит, что крестилось Духом Святым. Да? Это по знаменям говорить на другом языке. Так написано в Библии. В Деяниях, апостолы и пельвах. И люди начинали говорить языка. Я не понял, что это язык. Я понял. Хорошо. Послушай, это специальный язык. Который Бог дает человеку. Потому что благодаря этому языку это зашифрованный язык. Его Сатана не понимает. Понимаешь? Поэтому все планы Божьи по отношению к тебе становятся скрытыми от Сатаны. И Он не может тебе помешать. Когда ты молишься, это написано. Сам Господь молится через тебя. Промаливает тебя. Ты понял? Значит, получить Духа Святого. По согласной Библии очень просто. Зато еще попросить. Когда я сейчас повторяю за мной молитву. Я думаю, ложу руку и думать. Я начну говорить языком. В этот момент ты со мной начинаешь говорить. Сначала это непроизвольные звуки. Ты понял? Медведь, Альбеку, 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 Альбеку. Тебе кажется странным. Но ты не думай про это. А потом пух-пух-пух-пух-пух-пух. Ты понял? Да. Ну и с другой сестры. Будешь все получат. Хорошо. Готов? Кажи, Отец Небесный. Отец Небесный. Дай мне Духа Святого. Дух Святого. Дух Святой. Да, все правильно. Я молю тебя. Приди ко мне. Приди ко мне. Крести меня. Со знаменем языков. Со знаменем языков. Я нуждаю Тебе, облещу Тебя, облещу Тебя и ходи к Тебе, и быть свидетелем Сарта. Прямо сейчас Дух Святой соединяй. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Все. Возможно, вам станет легче. Все. Да, кто-то скажет, о-о-о-о, ну, все, будьте здоровы, будьте здоровы, и уйдите. Если что-то, молитесь, и после этого можете с ним разговаривать, и покаяния проводить, и так далее. Аминь. Иногда я просто знаю, что люди такие, они когда слышат, они сразу, я иногда им даю, я подхожу к ним, я вижу им проблемы, я говорю, просто будь здоров, пусть у тебя будет хорошо. Просто, без религи. Пусть у тебя все будет хорошо, пусть у тебя боль уйдет. Пусть сейчас боль уйдет, станьте здоровы, пусть у вас будет все хорошо. Люди, спасибо. Я это что-то тратил, во имя, оно вам легче стало. А что, вроде да. Давайте еще раз, давайте еще раз, давайте еще раз. И все, я уже завязываю. Аминь. Хорошо, слава Богу, друзья, мы еще завтра с вами встретимся ненадолго. Заключительный этап, я еще просто хочу рассказать, это тоже важно. И я вам скажу, друзья, ну, вообще технические вещи, ну, вот эти там, холоднание, это все появится. Ну, все будет нарабатываться, появится. Самое главное, вы должны понимать, что Бог начнет проявляться и корректировать во время движения. Не до того, а во время, когда вы пойдете и пойдете, Бог пойдет с вами. Аминь. И не будьте неверующими, но будьте верующими. Аминь. Домой придете, родичем, ноги, руки, все, практикуйте. Хорошо? Я вам говорю, обещаю, сегодня половина ваших родичей исцелится. Будьте смелы, все получше. Хорошо? Отец Небесный, мы благодарим тебя за свое слово, за свое величие. Спасибо тебе, Иисус, спасибо тебе, Отец. Мы благодарим тебя, Господь. Отец, я благословляю всех этих людей. И я пресвобожаю, Господь, огонь благодати, огонь жизни, радости в их сердце. Господь, благословительно делай служение. Отец, наряди, Господь, и пусть, Господь, ангелы будут идти вместе с ними. И пусть сила Твоя, и проявления Духа Святого будут работать на все 100%. В жизни каждого человека. Во имя Иисуса Христа. Отец, пусть плава Твоей идет вместе с ними. И все больные, на которых они будут возглавлять руки, будут здоровы. Во имя Иисуса Христа. Отец, я благословлю тебя, и я вам поклоняю благословение. Благодать. 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 Аминь. Завтра мы еще елемом помажем. И все. Руку положу. Да, один. А что, друзья, мы сейчас продолжим, кто там еще там. И все. А вообще, миром Богом. Идите домой и начинайте практиковать. Я их веду, они уже вообще сварились. Куда? С Лунатиком не ходил? Ну хорошо, давай. Давай. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Лунатик. Выйди вон из него. Лунатик. Прочь. Дух страха. Прочь. Именем Иисуса Христа. Прямо сейчас. Я приказываю тебе, Зима, наставь его. Я запрещаю тебе мучить его. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Господь, я благодарю тебя. Могущественным. Именем Иисуса. Почтлен. Тряхнуло чуть-чуть, да? Жарко стало? Да? Все, порядки. Нет у тебя у Лунатика больше. Все. Будешь мартианом. Удивляйся, удивляйся. Хорошо, ты удивляйся. Забико, у меня все не тошнило. Это не страшно. У кого тошнило? Нормальный процесс? Иди сюда. Вы поймите, друзья, не будьте митиками. Ой, у меня закололо. Это плохо? Это к чему? Хорошему или плохому? Будьте верующими. Ну, закололо. Ну, тошнило. Ирана Мисуса есть, или он? Я выздоравливаю. Все со мной в порядке. Хорошо? Иисус, спасибо. Благодарю тебя. Снимали. Во имя Иисуса Христа. Жить, Боже. Наполни его. Я притяжу сейчас всем органам ЖКТа. Печень будет целена. Опенник будет целен. Во имя Иисуса Христа. Мочевик сжертвующий. Будь целен. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, я благодарю тебя. Могущим своим именем Иисуса Христа. Прямо сейчас. Я приказываю неврозу уйти. Невроз, выйди вон. Выйди вон. Дух страха, вон. Вон. Были яйца. Были яйца. Дух Святой, спасибо. Отвобождаю. Могущим именем. Спасибо. 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 Аминь. Все. Он принял Бога. Он покаялся. Но дальше никуда. Ладно, хорошо. Как зовут его? Алексей. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Я бы освобождать силу Божью. Силу жизни. Силу Алексея. Помилоси Божией. По прощению сказано. Кому обещаете прощение, тому и будет. Отец, на основании твоего решения, я освобождаю божественное прощение в Алексею. И я говорю, сатана, зависимость, обольщение, искушение. Вон. Дух смерти. Вон. Дух рака. Вон. Алексей. Освобождайся. Могущим именем Иисуса Христа. Будь свободен. Будет целен. Колдовство развянуть. Дух колдов твоей магии. Выйди его. Освобождается Алексей. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Все раковые клетки умирают. Алексей, ты начинаешь жить. С этой жизнью. Ты начинаешь ходить в церковь, ты начинаешь славить Бога и становишься верующим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо. Павел Дух. Позвольте. Да. Дух Святой, я благодарю Тебя. Я соглашаю с Тобой. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Я высвобождаю силу Божию. Возят плотом. И я благодарю Тебя, Иисус, за то, что сейчас. Господь. Твоя сила. Твоя проходит сейчас в плотом. И я соглашаю с Господь. Сейчас. Когда Он прикоснется к больному сыну. Это болезнь. Полностью уйдет. И этот демон выйдет из Него. И именем Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе. Сила Божия, иди с этим. Аминь. Все. Идите с верой и ничего не бойтесь. Господь, я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю жизнь и силу. И именем Иисуса Христа. Прямо сейчас. Дух Святой, я соглашаюсь. Сила Божия. Теки в Нем. Господь соглашает, когда этот материя платок прикоснется к Сыну, Он полностью выздоровеет. Во имя Иисуса Христа. Это мужчина, женщина, любой человек, на который возложит этот платок, Он станет дорогой. Спасибо, Святой. Спасибо, Иисус. Аминь. Дар Духа Святого. А? Дар Духа Святого. Сейчас, давайте больными сидите. Да. Сейчас крещение Духа Святого. Вы сказали, дали домашнее задание, да, прийти и помолиться дома за. А я думаю, у меня все здоровы, все, прихожу, у внучки температура 38. Значит, Вы имеете... Я молилась, и с мужем подлагали руки. 38 и 6. Господь, я благодарю Тебя. Я высвобождаю силу Божию в этом материи. Дух Святой. Спасибо Тебе. Всяких, на кого положить платок, будьте здоровы. Аминь. Хорошо. Иисус, спасибо. Во имя Иисус Христа Назаре. Сейчас позвоночник двигается в равнике. Сейчас я приказываю всему телу, всему позвонкам, дискам, обновиться, закрепиться в своей правильной позиции. Сейчас именем Иисуса Христа я приказываю боль в спине выйти вон. Сейчас позвоночник закрепить, диски, станьте новыми. Отец Небесный, Господь, прошу Тебя, даруй новые диски, новые позвонки. Во имя Иисуса Христа новый позвоночник. В имя Иисуса Христа все изъявлены уходят. Спасибо, Дух Святой. Я включаю. А там включил. Все? Да. Слава Богу. Да, слава Богу. Хорошо. Да. Ну что, давай, вставайте. Хорошо. Значит, у вас, Таня, у вас был слепой глаз. Вы им ничего не видели. Вот это первый раз помолились, и он стал сереньким, да? Было черное, потом стало серое. Да. И вот сейчас мы пришли, и мы молились несколько раз, и у вас начали бляшки, а потом начался свет. А после этого начался туман, а потом вы начали видеть, различать какие-то вещи, правильно? Так, едва-едва. Едва-едва. Да. И такое впечатление, что вот вы мне кулаком его потолкли. Ага, потолкли. Иисус, он два раза возлагал руки, и это произошло. Это дает нам повод, даже если мы десять раз возложим, мы будем видеть результат. Иисус, спасибо тебе. Во имя Иисуса Христа Назаре. Отец, я благодарю тебя за твое могущество, силу и любовь. В твоем слове написано, Отец, что скоро дашь ответ, скоро дашь, немедлежь ты. И я благодарю тебя, Святой. Для нас это вполне достаточно понимания, что ты исцеляешь, и это может происходить моментально. Именем Иисуса Христа, Отец, я благодарю тебя, правый глаз, сейчас, начинай видеть, прозри, 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 прозри. Иисус, спасибо. Ильпотал. Что видите? Туман, туман. Туман? Смотрите на меня, сейчас туман будет разведняться. Иисус, спасибо. Класс, открывайся. Да светлее стоит. Открывайся. Появляются картины. Глаз открывается. Туман рассеивается. Иисус, спасибо. Благодарю тебя. Чудотворение. Новое сейчас. Новое. Новое. Иисус, спасибо. Благодарю тебя. Благодарю тебя, святой. Я чувствую, могу, что твоя любовь. Спасибо, Иисус. Хлепота. Ман Бог. Открывайте. Иисус, спасибо. Туман рассеивается. Волнами. Волнами? Света больше, но волнами так свет. Вид? Вуу. Вуу. Да, да. А ну смотрите по сторонам. Не вижу пока ничего, просто свет. Один, два, один, один. Руки вижу. Руки видите? Ну тень, тень. Не руку саму, вот тень мелькает. Друзья, это только сегодня он был вообще темный, черный. Теперь руку видит. Мелькает, мелькает только. У вас открывается. Это уже чудо. Да, если даже вот так вот путем. Да, да, вот видите, я допустим вот так вот. Я уже вижу, что рука пробегает. Видите? Аллилуйя, друзья, это тоже чудо. Даже постепенно. Даже так. Ну, да, бывает такое, что мы видели сразу, пух, открылся. А бывает вот так вот день, потом второй, третий. Ну, и это слава Богу. Умейте упорствовать, умейте веру, умейте стремление. Я вам скажу, ну, это уже вообще просто. Мы же не знаем, что там происходит. Может, это битва, война идет духовная. Не знаю. Мы знаем, верен обещавший. Уже слава Богу. Мы верим. Так было. Я видел это, что я когда помолился, человек уходил где-то. Минут два часа, три часа, и полностью глаз открылся. Мы верующие. Мы верим. Плава Богу. Мы знаем. Мы, Господь, благодарим Тебя. Когда этот глаз открылся, через две минуты, или утром, или сейчас, мы воздаем Тебе славу Тебе. Господь Тебе, Иисус Христос. Ты открываешь любым зрением. И я благодарю Тебя, Господь. Господь, это происходит, и пусть это будет требуем. Аминь. Вы придете завтра, и мы будьте свидетельствами. Мы верим в это. А что, друзья, слава Богу за вас. Слава Богу. Слава Богу.